Божьи благословения вам и добро пожаловать в новый день в победе. Мы продолжаем запись коротких эпизодов о Святом Духе и конкретно о дарах Духа Святого. Поэтому давайте коснемся этого больше и поговорим о сверхъестественных дарах Святого Духа. Мы продолжаем изучать Дух Святой и жизнь Духа, и дары Духа, и служение Святого Духа. И прямо сейчас мы рассматриваем с вами дары Святого Духа. Мы продолжим говорить в частности о даре пророчества. В 1 Коринфянам 12 главе мы находим краткий список и описание даров Святого Духа. И здесь их никто не объясняет. Конечно, можно найти множество истолкований и объяснений этим дарам. И здесь, я думаю, когда мы рассматриваем дары, одно ключевое понимание, которое нам нужно иметь, когда мы приближаемся к ним, это слово сверхъестественное. Говорится так с 7 стиха от 12 главы 1 Коринфянам. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Всем. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом. Иному вера, тем же Духом. Иному дары исцелений, тем же Духом. Иному чудотворения, иному пророчества, иному развлечения духов, иному разные языки, иному истолкования языков. Но все это производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Итак, это дары от Духа Святого. Это действие Духа Святого. И Дух Святой приносит сверхъестественное. Когда Дух Святой во всей Библии действует, мы видим это и в Ветхом, и в Новом Завете. Это всегда сверхъестественно. Помазание Духа Святого было на Иисусе. И Он совершал множество сверхъестественного. Он говорил и приносил откровения, которые люди не могли понять плотским умом. Итак, если мы коснемся греческого языка, а также, например, шведской Библии, есть что-то здесь, что касается проявления Духа, что это как откровение, как сверхъестественное слово от Духа Святого. Я говорю сейчас о даре пророчества. Это как особое отметина на действиях Духа Святого сверхъестественное. Я думаю, мы иногда делаем две ошибки. Первая ошибка – это то, что мы не различаем между естественным и сверхъестественным. Так что все для нас более или менее становится естественным. Это значит, что слово мудрости – это просто мудрый человек. Слово знания – это просто человек, который имеет целую библиотеку в голове. Мы превращаем это в естественное. И мы рассматриваем человеческую личность прежде всего с естественной точки зрения. И нам не нужно только этим ограничиваться. Я позже объясню, почему. Так вот, еще одна проблема или преувеличение, которое мы подаем иногда, это когда мы думаем об этом только как о сверхъестественном. Это когда мы начинаем разделять так сильно естественное и сверхъестественное. Итак, нам нужно понять, что мы имеем разделение, но не отделение. Если вы понимаете, о чем я говорю. Мы отличаем естественное от сверхъестественное. Мы понимаем, что это не то, но это не значит, что это разделено, отделено друг от друга. Мы не делаем так, что я вот с этим, поэтому мне это не нравится. Нет, мы все это соединяем вместе. Но понимаем, что Бог сверхъестественный, но сотворил естественный мир. И мы живем в этом естественном мире. Естественный человек, падший человек, человек, который духовно мертвый и ушел от Бога, смотрит на этот мир и говорит о нем либо как только о материалистическом мире, либо как о материи и какого-то рода душе. Не просто Божий дух. Но какая-то форма неизвестного существа, которая рождена физически, это, конечно, философские дебаты, которые можно продолжать до бесконечности. Но как христианин я смотрю на этот мир трояка. Это прежде всего физическое измерение, это душевное измерение, где моя воля, чувства и интеллект задействованы, и духовная сфера. И мы, когда говорим о духовном, говорим о духовном мире, имеем в виду Дух Божий. Это не значит, что весь духовный мир добрый. Есть сверхъестественное, которое на самом деле демоническое. Итак, демоническое и душевное, это тоже не то же самое. Это тоже очень важно понимать. Каждый человек, который думает из естественной точки зрения и может быть не согласен с тем, что Бог говорит, не становится немедленно демоническим. Может быть, он попадает под демоническое влияние, о котором говорит Иаков в своем послании, что такого рода знание, которое управляется страстью, бунтом, амбициями, тогда это демоническое знание. И так есть определенное развлечение. Помните, как Петр, кстати, говорил? Он сказал, ты, Христос, Сын Бога Живого, ты, Машеах, ты, Помазанник. И Иисус сказал, это не ты, Петр, это не от тебя пришло, это пришло, это откровение пришло от моего Отца, который на небе. И так точно можно сказать, что в тот конкретный момент, Матфея 16, с 15 по 18 стих, Петр находится под влиянием Духа Святого, под помазанием, помазанием откровения, под влиянием этого помазания. Это приходит не из его разума, это не приходит из обстоятельств, в которых он находился. Помните, в том конкретном случае Иисус начинает с того, что говорит, скажите мне, что люди говорят обо мне, что они думают обо мне? И тогда они начали говорить, ну, кто-то думает, что ты Иоанн Креститель, а может быть, ты Илья, а может быть, ты Иеремия, или кто-то и другой из пророков. И так это естественные мысли, которые были вокруг, и они пытались вычислить и выявить, кем же был все-таки этот человек Иисус. И из естественного мышления они делали определенные выводы из обстоятельств от людей, они делали заключение. Наверное, этот человек или я, кто-то говорил, не-не-не, он Иоанн Креститель, а кто-то говорил, нет, он Иеремия, а кто-то говорил, да нет, просто пророк какой-то. И так это было естественное мышление, и в этом нет ничего неправильного. Но естественное мышление не обязательно сразу же производит сверхъестественный результат. Оно, конечно, хорошо и имеет свое место в естественном окружении. Тебе не нужно слово пророчества получить, когда ты видишь красный свет светофора, чтобы остановиться. Знаешь, если ты выйдешь и пойдешь на красный свет, машина ударит тебя. Мы используем рациональное мышление, логику, мы используем явные видимые свидетельства в этом мире, и это нормально. Но это ограничено, это связано лишь физическим миром из-за нашего греха. Это та форма знания, которая может превозносить себя выше познания Божьего, которая пытается поднять и противопоставить себя как башня гордости, здание гордости, потому что этим легко может стать знание, чем-то противостоящим против Господа. Но у нас есть мощное оружие во 2 Коринфянам 10 главе, говорит, чтобы сокрушить это, эти мысли, эти образы мыслей, эти огромные здания колоссального масштаба, идеи, которые поднимают себя и восстают против познания Божьего. Итак, это подоплека всего, о чем мы говорим сейчас. Итак, помните, что в Матфея 16, возможно, буквально несколько часов спустя, там не описано ничего по поводу времени, Иисус говорит ученикам, и особенно Петру, что он пойдет в Иерусалим, и там он пострадает и умрет, и вот что делает Петр в этот момент, он совершенно выпадает из ситуации, он говорит, нет, 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 ни в коем случае, да не будет этого с тобою. И тогда он говорит Иисусу, и он называет даже Иисуса Богом, говорит, Господи мой, он говорит много очень хороших, замечательных, религиозных, правильных вещей, но использует их, он их с неправильными мотивами, он не хочет, чтобы Иисус умер, и он тоже не хочет умирать. И Иисус говорит ему в ответ, отойди от меня, сатана, потому что твои мысли человеческие, они не Божьи. Это не откровение, это просто человеческая логика. Но не просто человеческая логика, это имеет источник, который грязный, это имеет источник, который темный, это имеет источник в плоти, в эго, в бунте, и это не хочет исполнять волю Божью. Итак, внезапно от того, что он был другом Божьим и сказал, что Иисус был Мессия, он становится Петром, который становится уже орудием сатаны, орудием врага, который уповает на естественное знание и поднимает себя против сверхъестественного знания, что Иисус действительно не просто Мессия, не просто Царь, сидящий на престоле, но страдающий слуга, который должен будет умереть и искупить нас от наших грехов. Итак, что я хочу сказать сейчас? Если мы будем полагаться только на человеческую логику, на человеческий разум, на человеческий опыт, на человеческие эмоции, мы не увидим мир таким, какой он есть на самом деле. Если мы будем лишь полагаться на сверхъестественное знание, и мы будем отрекаться от любого рода естественного знания, мы станем очень-очень странными людьми, сверхдуховными, супердуховными, очень узкими в нашем подходе к ситуации. Итак, каким же решением является для нас сейчас? Это комбинация и естественного, и сверхъестественного. И эта комбинация становится пиком и воплощается в Иисусе. И Иисус – пример сверхъестественного Бога, ставшего естественным человеком в этом мире, и все-таки оставался Богом, где сверхъестественное и естественное соединяются вместе, но не смешиваются вместе. Оно все еще раздельно, но соединено в одном воплощении Иисуса Христа, который был 100% Бог и 100% человек, и в нем нет никакой смеси. Там есть совершенно ясное, четкое различие между Иисусом Богом и Иисусом Человеком, но это течет вместе. Это соединено в одной личности, в единстве Иисуса Христа. Итак, это Иисус на земле через Его воплощение. Он является иллюстрацией, картиной и моделью тела Христа. Итак, в теле Христа что у нас есть? В теле Христа у нас есть тело, душа и дух. И дух – это Божий дух. И вот тут сверхъестественный поток, и начинается пророчество, чудес, силы и всего, что нам нужно. Вот откуда исходит этот поток – в духовную, душевную сферу, в наши эмоции и в физическую сферу, где мы можем это видеть, где мы можем получить пользу от этого, где мы можем быть благословенными этим. И это приходит от Бога, который движется в естественном. Итак, нужно различать эти вещи, чтобы понимать, что дары Святого Духа – не просто естественные дары, что люди чуть мудрее, чуть больше знают, чуть более сильными становятся. Нет, это сверхъестественный дар. Но этот сверхъестественный дар приходит в естественной обертке, чтобы прикоснуться к естественному и ограниченному миру, к обычным людям, таким, как ты и я. Обычные люди могут быть использованы могущественно в сверхъестественном. Спасибо, что смотрели этот эпизод. Это удивительно говорить о сверхъестественном и о том, что дары Духа отмечены сверхъестественным. Мы продолжим говорить об этом и особенно о даре пророчества в следующем эпизоде. Но пока Божьи благословения вам и нового дня в победе! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok